В рамках партийного проекта Кедиргасис Келищех в городском филиале партии Нур-Отан состоялся день открытых дверей для людей с ограниченными возможностями. С целью решения актуальных проблем социально уязвимых групп населения на мероприятие, которое прошло в формате круглого стола, были приглашены специалисты отраслевых отделов Акимата, представители казахского общества слепых, общества глухих и не слышащих граждан, а также городского общества инвалидов. С какими актуальными проблемами сталкиваются сегодня люди с ограниченными возможностями? Как их решать на местном уровне? Какие барьеры убрать, чтобы люди такой категории чувствовали себя полноценными членами общества? Этой теме сегодня посвятили круглый стол в филиале партии Нур-Отан. Каждый день люди с ограниченными возможностями сталкиваются с проблемами. К сожалению, сегодня общество мало что знает о повседневных трудностях инвалидов. Чтобы хоть как-то помочь людям с ограниченными возможностями в решении их проблем, семейский филиал партии Нур-Отан специально пригласил на день открытых дверей представителей отраслевых отделов Акимата. Встреча проходила в конструктивном формате, и это позволило обсудить наиболее актуальные вопросы социально уязвимой группы населения. Одна из нерешенных проблем – отсутствие отдельных касс по продаже железнодорожных и автобусных билетов глухим и не слышащим гражданам. Сегодня мы услышали очень много вопросов на самые животрепещущие темы, вот то, что касается именно инвалидов. Это и вопрос обеспечения транспорта, это создание условий безбарьерной среды в транспорте и на железнодорожном вокзале, на автовокзале. Это вопросы предоставления медицинских услуг вот этой категории граждан. Сегодня самым злободневным вопросом для граждан с ограниченными возможностями является трудовая реабилитация. Многие из них могут и хотят работать, то есть приносить пользу обществу и самостоятельно решать повседневные проблемы. Но, к сожалению, этот вопрос остается без внимания, как со стороны работодателей, так и со стороны местных исполнительных органов. Если бы у нас инвалиды были трудоустроены, то многие вопросы отпали бы сами по себе. Нехватка денег, нехватка пособий по инвалидности приводит к различным вопросам и к различным проблемам. Это проблема устроить ребенка в детский сад. Имея небольшую пенсию, вернее пособие, конечно, ребенка в садик отдать никто не может. И также учиться в учебных заведениях на платной основе, это тоже по карману бьет. Во время встречи представители неслышащих граждан обратили внимание на отсутствие на улицах города специального дорожного знака, предупреждающего, что проезжую часть может переходить инвалид по слуху. Они также рассказали о разбитой дороге и отсутствии вечернего освещения возле общества глухих в районе улицы Дальней. В свою очередь незрячие и слабовидящие граждане отмечают, что в семье действует единственный светофор, подающий звуковые сигналы. Его установили еще в 2006 году. С тех пор в городе не установлено ни одного подобного устройства. Хотя такие светофоры, по мнению членов общества слепых, надо установить как минимум еще на двух оживленных участках. Мы просили, чтобы такое устройство звуковое поставили хотя бы в двух местах на опасных перекрестках. Это Абая и Шакарима, Кабамбай-Батыра и Шакарима. Я думаю, нас услышали и эти светофоры будут установлены. В ходе дня открытых дверей специалисты отраслевых отделов Акимата ответили на поступившие вопросы граждан с ограниченными возможностями. Вместе с тем участники мероприятия подчеркнули, что в рамках одной встречи все имеющиеся проблемные вопросы не решить. И в связи с этим было принято предложение сделать такие встречи регулярными.